Привет, друзья! Добро пожаловать в это новое видео, которое мы полностью проведем в Каунасе. Прошлая неделя в Литве была довольно богата на события и праздники. Кроме того, я думаю, многие из вас знают, что я работаю в школе, так вот сейчас у ребят каникулы, а это значит, у меня есть побольше времени, чтобы поездить по окрестностям и поснимать для вас новые выпуски. 16 февраля в Литве отмечается День восстановления Литовского государства, и по такому случаю я решила отправиться в самый аутентичный город Литвы, конечно, в Каунас. Мы с вами бывали там два раза, и на канале есть видео. Если вам интересно, можете заглянуть, просто переходите по ссылке в рекомендациях. Но вот после этого последнего визита я до сих пор нахожусь под огромным впечатлением, насколько город преобразился и изменился всего за шесть месяцев. За полгода Каунас действительно изменился до неузнаваемости. Практически весь центр освежили ремонтом, а на главной улице Лайсвис аллея буквально нет свободного места. Все первые этажи заняты кафе, ресторанами, магазинами и просто интересными местами, которые привлекают, конечно, не только туристов, но и самих жителей Каунаса. Поэтому, друзья, приглашаю вас скорее начать прогулку и надеюсь, что вам удастся прочувствовать праздничный литовский дух и приближение весны. У меня есть традиция, как только приезжаю в Каунас, первым делом иду за матчей в одну кофейню на Лайсвис аллее, но в этот раз я решила заглянуть в новое место и не прогадала. Внутри кафе оказалось стильно и уютно и трудно было не заметить, как интерьер перекликается с формами стиля модерн и арт-деко, фирменного стиля самого города. У меня на канале есть целый выпуск, который посвящен уникальной архитектуре Каунаса. Приглашаю вас его посмотреть, потому что в этом видео мы хоть и будем много гулять, но на очертания зданий долго заглядываться не будем. Сегодня скорее поговорим о том, как Каунас изменился за последние месяцы и составим топ классных мест Каунаса, которые обязательно стоит посетить этой весной. Мы на Лайсвис аллее, главной улице Каунаса, и в это праздничное утро она особенно многолюдна и украшена. По всей протяженности аллеи Свободы высажены липы, и летом она буквально утопает в зелени. Сама улица полностью пешеходная, и только на нескольких перекрестках с другими улицами есть автомобильное движение, а так все полтора километра предоставлены прохожим. С моей поездки в Каунас прошлым летом изменилось очень многое. Тогда вид давно уставших фасадов и пустых витрин меня очень расстроил. Я никак не могла понять, почему такое знаковое место простаивает и совсем не излучает жизнь. В этот раз спустя полгода было трудно поверить, что это тот же самый город, только яркий, живой и гостеприимный. И первое тому подтверждение – самый стильный и информативный офис по туризму, который мне только доводилось видеть. Несколько лет назад Каунас подал заявку на участие в конкурсе на звание Европейской культурной столицы. План развития в туристическом направлении убедил жюри конкурса и в 2022 году город получил титул культурной столицы. У Каунаса есть девиз, эмблема и фирменный стиль и шрифт, которые ни с чем не спутаешь. Просторный зал офиса по туризму разделен на секции. Есть стенд с брошюрами на разных языках и хочется забрать и полистать буквально каждую. Настолько классно поработали дизайнеры и маркетологи. Вся печатная продукция бесплатная, но есть и магазин, где представлена линия одежды, сувениры, например, значки, почтовые открытки, книги и раскраски для детей, хотя я и сама была бы не против провести вечер с цветными карандашами в руках. Я взяла несколько буклетов с экскурсиями по краю. Каунасу и брошюру об Алитусе и Шауляе. Кстати, в Шауляе мы с вами ездили совсем недавно, гуляли по городу и обсуждали преимущества жизни в Литве. Если этот выпуск вы еще не посмотрели, то, конечно, приглашаю. Вы знаете, где его найти. Еще немного вперед и Лайсвис-Алея встречается с еще одной важной улицей Каунаса в Вильнюс-Гатве. Она ведет к ратуши и замку, именно туда мы с вами направляемся. Чтобы оказаться в самой старой части города, понадобится подземный переход, который соединяет два отрезка в Вильнюс-Гатве. Внизу я обратила внимание на указатели для туристов. Такой изобретательности, честно, не видела нигде. Названия достопримечательностей и музеев вместе с расстоянием до них – это лампы, которые, к тому же, освещают темный переход. Нужно просто поднять взор наверх. Ну а уже на другой стороне меня ждали свежеотреставрированные фасады, яркие вывески и очень стильные кафе. В каждом литовском городе есть Вильнюс-Гатве. Часто это старинная и красивая улица, потому что именно по ней столетия назад пролегала дорога в столицу. Забавно, но даже в самом Вильнюсе есть улица ему посвященная. И в обеих столицах, и в Каунасе, и в Вильнюсе на этой улице располагаются самые модные кафе и рестораны, сувенирные лавки и мастерские, и проходят ярмарки и фестивали. В праздничный день вход в музей был свободный, но и желающих было тоже очень много. Так что внутрь замка я снова не попала, если бы постояла в очереди еще чуть дольше, то могла просто опоздать на поезд Вильнюс. Я решила обратно пойти по набережной, все-таки оставалось еще немного времени, и хотелось поближе рассмотреть Жальгерис-Арену и сам остров Няманас, который сейчас очень активно благоустраивают. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень люблю однодневные поездки, потому что они вносят разнообразие в ежедневную жизнь, но существенный их минус состоит в том, что постоянно приходится смотреть на часы и лишний раз себя подгонять, чтобы освоить все пункты плана и успеть на поезд. Так случилось и в этот раз. На Каунас смело можно выделять два полных дня, остаться там с ночевкой, чтобы не торопиться и посмотреть все, что действительно хочется. Если вы, так же как и я, сильно ограничены во времени, однодневные поездки – наше все, но главное их просто грамотно спланировать. И внизу в комментариях я оставлю для вас самые интересные места и кафе, которые посетила в Каунасе в этот раз и, конечно, рекомендую вам. Субтитры сделал DimaTorzok Наше путешествие в Каунас потихоньку подходит к концу, мы уже на вокзале и пока ждем поезд. Давайте пройдемся по станции, здесь тоже есть кое-что интересное. Во внутреннем дворе прямо у перона есть своеобразный памятник – это образец рельсов. Ширина калии здесь стандартная – 1435 мм и также стоит указатель с направлением к европейским столицам и крупным городам. Поезда, которые проходят через Каунас, соединяют небольшие литовские города между собой. Но есть и один международный рейс – это сообщение Каунас-Белосток. Вообще уже несколько лет идет строительство масштабной железнодорожной линии от Хельсинки в Финляндии до Варшавы в Польше через страны Балтии. Линию предполагают частично открыть для пассажиров в 2028 году, а полностью проект будет реализован в 2030. Но разговоры об этом идут уже так давно, что посмотрим, удастся ли строителям уложиться в сроки, а так прямая линия бы очень пригодилась и значительно уменьшила время в пути. За эти несколько часов интенсивной прогулки по Каунасу я действительно притомилась и задремала в поезде. А когда проснулась, меня ждал приятный сюрприз. Все-таки это был праздничный день, и всех пассажиров угостили вкусным десертом. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, как всегда делитесь с вами впечатлениями от прогулки внизу в комментариях. И вы знаете, я заметила, что почему-то именно выпуски из Каунаса находят гораздо больший отклик от зрителей, чем выпуски из Вильнюса. Часто люди пишут, что провели в Каунасе детство, либо там жили их родители, родственники. Наверное, потому что просто про Вильнюс настолько много видео снимают практически каждый день. А вот по современному Каунасу, хоть и виртуально, погулять не всегда удается. Но как бы то ни было, дайте мне знать в комментариях, если хотите больше выпусков из Каунаса или других городов Литвы. Приглашаю вас в мои недавние выпуски о жизни в Литве. Рекомендации сейчас появляются на экране. Просто переходите по ссылке и продолжайте путешествия по этой прекрасной стране. Ну а на сегодня, друзья, будем с вами прощаться. Крепко вас обнимаю и очень скоро увидимся снова.